Обсуждение прогноза, то есть сценария социально-экономического развития области заняло четверть часа. Юрий Парахин отдельно остановился на планах 2014 года. Обеспечить выполнение социальных обязательств, заложенных в указах президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, и при этом обеспечить поступательное развитие экономики региона и, конечно же, ежедневная кропотливая работа по улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Экономический рост и потеплевший инвестиционный климат в области позволили зампреду вновь зелить. У регионального правительства настроение при взгляде в будущее оптимистичное. Поводы дают, к примеру, предприятия региона. Если в целом по России промышленность имеет нулевой рост, то у нас ситуация отличается в лучшую сторону. Последние три месяца индекс растет. В этом году мы должны как минимум сохранить те темпы развития, темпы роста, которые у нас сегодня есть по итогам восьми месяцев. Если это мы сделаем, а мы обязаны это сделать, значит мы выходим с показателями по 2013 году очень существенно лучше, чем мы, во-первых, ожидали, и, во-вторых, они нам дадут возможность закладывать базу под 2014 год. По расчетной оценке в 2013 году по полному кругу предприятий будет использовано 44 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что превысит уровень 2012 года на 10%. Оптимизм не только в цифрах. В правительстве с гордостью обсуждают доклад президента России. Ситуацию в Орловской области Владимир Путин поставил в пример всей стране с трибуны инвестиционного форума. По индексу производительности труда, значительно превышая средний российский уровень, на первое место вышла Калужская область, далее Орловская, Тамбовская, Воронежская, Архангельская, Белгородская. Такой результат достигается тогда, когда рост эффективности действительно становится смыслом развития, а не какой-то факультативной периферийной нагрузкой или периферийной задачей. Проект «Закон» об областном бюджете на 2014 год и плановый период двух последующих представляла Валентина Щепкова. Расходы, впрочем, как и доходы, будут выше нынешних. Социальная сфера по-прежнему останется приоритетной. Тратить больше предстоит на медицину, культуру и образование. К нам на региональный уровень передаются полномочия по заработной плате педагогического персонала дошкольного образования, где надо будет соблюдать среднерегиональную зарплату. Доработанный главный финдокумент области дали отправиться на рассмотрение в областной совет депутатов.